Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить». Сегодня в программе. Добровольцы студенты против наркотиков. Автомобиль упал в реку, водитель погиб. Рязанских врачей будут судить за халатность. Ну а теперь обо всем по порядку. Сегодня в Рязанском государственном университете за круглым столом обсуждали трудности добровольческого движения, направленного на борьбу с наркотиками. Сама эта встреча прошла накануне Международного дня добровольцев. В общем-то, что и говорить, тема антинаркотической борьбы, особенно в последнее время, в связи с наплывом большого числа нелегальных мигрантов, становится все более актуальной. В разных городах страны волонтеры, в основном студенты местных вузов, создали общественные организации, больше похожие на боевые дружины. Например, вот видео, снятое активистами во время своего рейда в одном из районов Москвы. Методы, которые применяют молодые ребята для борьбы с наркоторговцами, по мнению юристов, не совсем законные. После контрольной закупки волонтеры, или как они себя называют, антинаркотический спецназ, ловят дилеров, торгующих курительными смесями на улице, а дальше обливают их краской или обсыпают перьями, а потом выставляют на всеобщее обозрение. В рейдах, как правило, участвуют до 50 человек. В стенах РГУ сегодня, впрочем, все было чинно и благородно, рассказывает Оксана Тебенихина. В стенах Рязанского государственного университета начала работу региональная научно-практическая конференция с международным участием организации сопровождения добровольческой деятельности по профилактике наркомании среди молодежи. Также на конференции присутствовали представители Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Рязанской области. Именно в последние десятилетия руководством нашей страны принят был ряд важнейших законодательных актов, заложивших принципиально новую организационную правовую основу государственной антинаркотической политики. И вот именно планомерная системная работа органов государственной власти, органов местного самоправления, общественных институтов позволила остановить перерост количества наркопотребителей в стране, которая в 90-е годы по темпам с вами достигала от 25 до 50 процентов ежегодно. Еще раз говорю, благодаря нашим общим усилиям, наркоситуацию удалось в стране стабилизировать и значительно стабилизировать. Например, на 40 процентов сократилась смертность среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет. По данным государственного мониторинга наркоситуации, сегодня в стране около 8,5 миллионов человек потребляющих наркотики с различной степенью регулярности. Это 6 процентов приблизительно от общего количества населения нашей страны. Тогда как по международным методикам, если уже 1 процент населения страны имеет такой вот негативный опыт потребления наркотиков, мы можем говорить о наркоэпидемии. То есть нам наследство в 90-х осталось очень и очень тяжелым. На конференции были представлены доклады ведущих специалистов регионального УФСКН, областного клинического наркологического диспансера, Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и ученых РГУ имени Есенина. Также рязанские наркополицейские подвели итоги регулярной акции «Сообщи, где торгуют смертью», прошедшей в ноябре. Благодаря анонимным телефонным звонкам и сообщениям по электронной почте, оперативники задержали нескольких наркоторговцев. С 18 по 29 ноября проводился второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», во время которой сотрудниками управления наркоконтроля выявлено более двух десятков наркопреступлений. Все сигналы подлежали обязательной проверке. Всего в ходе акции было получено 28 сообщений, и часть сведений нашла свое подтверждение. Всего во время проведения акции выявлено 26 наркопреступлений. 8 из них связаны со сбытом наркотиков, 2 – с содержанием и организацией наркопритонов. Кроме того, 25 человек привлечены к административной ответственности за неведицинское потребление наркотиков, а также непознавление законным требованиям сотрудников наркополиции. Сумма наложенных административных штрафов составила 92 тысячи рублей. Сегодня стало известно, что рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врачей одной из городских больниц. Они обвиняются в халатности. Завершено расследование уголовного дела в отношении врача-невролога и врача-анестезиолога-реаниматолога одного из медицинских учреждений города Рязани, которые обвиняются в халатности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствием установлено, что 30 марта 2011 года в одной из областных больниц, куда был доставлен пациент с диагнозом инсульт, ему дежурными врачами, неврологом и анестезиологом-реаниматологом не была оказана соответствующая медицинская помощь. Направленный по месту регистрации в другую больницу города Рязани мужчина, несмотря на проведенное там лечение, через некоторое время скончался от осложнения заболевания. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, объективно необоснованная транспортировка пациента из одной больницы, где имелась возможность для приведения диагностики и лечебно-профилактических мероприятий в другую, увеличила срок от начала развития инсульта до оказания необходимой ему специализированной медицинской помощи. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также сегодня стало известно об аварии со смертельным исходом, произошедшей накануне в Старожиловском районе. Там водитель Opel не справился с управлением, и его машина упала в реку. В Старожиловском районе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 25-летний мужчина. Авария произошла во вторник в 4 утра. 25-летний местный житель, проезжая на автомобиле Opel по мосту через реку Дысья, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. После того, как автомобиль развернул, он сбил ограждение, совершил опрокидывание на крышу в реку. Водитель погиб на месте происшествия. Точная причина ДТП пока выясняется, но факт остается фактом. На автомобиле была установлена летняя резина. Сейчас это основная причина большинства аварий в нашем регионе. Ежедневно в одной только Рязани происходят десятки происшествий, в которых получают травмы и погибают люди. В некоторых случаях жертвами становятся пешеходы. Выводы, господа водители, делать вам. Недавно появились некоторые изменения в работе по оказанию бесплатных юридических услуг специалистов из Министерства соцзащиты. Теперь незащищенные слои населения могут получить не только консультации, но и более весомую юридическую поддержку. Какая категория граждан имеет право к вам обратиться за бесплатной помощью? Вот с принятием федерального закона в 2011 году эта категория значительно расширена, потому что до этого, в общем-то, был довольно узкий перечень категорий граждан и случаев, то есть очень мало людей подпадало под эти случаи. Сейчас федеральным законом определены такие категории, как одинокопроживающие граждане, у которых доход неживыточного и прожиточного минимума, ну, собственно, семьи, среднедушевой доход, у которых неживыточного и прожиточного минимума. Это инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это ветераны Великой Отечественной войны, герои России, герои Советского Союза, герои соцтруда. Это граждане, находящиеся на стационарном обслуживании вот в наших учреждениях социального обслуживания. Это несовершеннолетние, которые находятся в местах лишения свободы и которые находятся в учреждениях систем профилактики безнадзорности средних несовершеннолетних. Помимо всех этих категорий, которые установлены федеральным законом, наш областной закон этот перечень еще несколько расширил. И в Рязанской области, помимо всех вышеуказанных, имеют право на получение такой помощи ветераны труда, труженики тыла, граждане, признанные обстрадавшими от политических репрессий, реабилитированные, ветераны боевых действий и одинокие родители. И последнее на сегодня. 4 декабря православные христиане отмечают один из наиболее значимых своих праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых церковных праздников. В старину на Руси его связывали с началом настоящей зимы. Поскольку декабрь был богат всевозможными праздниками, люди стремились узнать, какая погода выпадет на это время. Согласно народной примете, если на Введение будет мороз, то и все праздники окажутся морозными. Праздник Введения – один из дней, когда соблюдающим рождественский пост разрешаются небольшие послабления, в частности, употребление в пищу рыбы. Пост заключается не столько в еде, не столько в ограничении себя в пище, хотя это тоже очень важно, но большая и главная часть поста заключается в воздержании духовном, внутреннем. Если человек будет стараться вести себя хорошо, если человек за это время поста постарается сделать больше добрых дел, посетить тех, кто долго ждет нас, вот это будет настоящим постом. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин